Братья и сестры, я вас приветствую. Рад видеть тех, кто находится в молитвенном доме. И приветствую тех, кто находится сегодня дома, кто находится у экрана и слушает нас в прямой трансляции. Наверное, каждому человеку известно слово «чистота» и «порядок». Если я вас спрошу, как часто вы делаете уборку в своем доме, то, наверное, ответы будут разные. Кто-то скажет, что каждый день, кто-то один раз в несколько дней, кто-то один раз в неделю. Но каждому известно, что такое наводить порядок. Мы учим своих детей с раннего возраста, чтобы они занимались чистотой, чтобы они складывали свою постель, убирали после себя. И у каждого человека отношения к чистоте тоже разные. Есть люди, которые, может быть, просто любят так поверхностно убрать, чтобы ничего не валялись. Кому-то надо более тщательно и попылесосить. Кому-то нужно все протирать. Кто-то делает влажную уборку. Мы разные, и у нас разное отношение к чистоте. В разной культуре вы можете заметить, что тоже у людей разное отношение к чистоте. Когда мы жили еще в странах бывшего Советского Союза, кто в России, кто в Украине, кто в Молдове. Вы, наверное, вспомните, что часто люди наводили порядки. И бывало, что внутри в доме у людей чисто, а снаружи, вы помните, на улицах вдоль дорог мусор валяется, бумажки бросает. И тоже такое отношение как бы разное к чистоте. Когда мы были в Израиле, мы проезжали арабские кварталы, и очень было грязно, очень много мусора. Я спросил, почему так? В основном в Израиле везде чисто, там, где арабские кварталы, очень грязно. У них такое отношение, что в доме у них очень чисто, а снаружи они считают, что это не их территория, и поэтому они мусорят. Я вспоминаю свое детство. Сегодня дети лишены такого удовольствия. Но кто постарше, вспомнит, как мы жили в тех странах, что такое выбивать ковры, что такое трусить дорожки. Сейчас у нас более все есть технологии, техника, попылесосить, убрать. Ну, мы жили, у нас было шестеро детей, четверо мальчиков, двое девочек в нашей семье. И мы с детства были приучены к чистоте, к порядку. У нас не была эта работа для женщин, это для мужчин. Мы все делали уборку, я знаю, что такое убирать. Наша бабушка очень любила чистоту. Она жила через два квартала от нас. И вот когда она шла к нам в гости, сразу предупреждали, говорит, заметайте двор быстро, бабушка идет. Мы брали веники, метлу там, и быстро мели двор, чтобы бабушка пришла и было чисто. Она сильно любила чистоту. Братья и сестры, но я хочу предложить вам сегодня порассуждать о чистоте более важной. Есть что-то более важное, чем просто чистота в наших домах, чистота в машинах, может быть, в офисе, в доме молитвы или где-то еще. Есть чистота сердца. Я предлагаю прочитать текст, записанный в Псалом 50, 12 стих. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Это слова, сказанные Давидом в молитве покаяния. После того, как он согрешил, он совершил грех прелюбодеяния с Версавией, потом у него был грех убийства, не своими руками, руками своей армии. Но к нему пришел пророк, обличает его во грехе, и у Давида происходит сокрушение сердца. Он осознает свои поступки, он понимает, насколько глубоко он согрешил. И он произносит эти слова в своей молитве покаяния. Сердце чистое сотвори во мне, во мне, Боже. О каком сердце идет речь? И как его очищать? Когда мы читаем Библию, мы заметим, что в Библии очень много встречается слова сердце. Очень часто, много текстов Писания. И я скажу, что это не идет речь о нашем физическом органе. 97% текстов, которые говорят нам о сердце, речь идет о внутреннем состоянии человека. Что является составляющим внутреннего человека? Это наш разум, интеллект, способность обдумывать и принимать решения, наши мысли. Это наша душа, воля, чувства. И наш дух, возрожденный дух, дает нам свободу в общении с Богом и право быть его детьми. Когда речь идет о сердце, речь идет о внутреннем состоянии человека. Я хочу предложить вам для размышления один текст, который записан в Евангелии от Марка, 7 глава, будем читать с 1 стиха. Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 стиха. Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 стиха. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ. Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано. Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили. И делаете многое сему подобное. И призвав весь народ, говорил им. Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, дослышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им. Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал. Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека. В этой истории мы увидели категорию людей, которые сильно любили чистоту. Они, можно сказать, такие чистюли были. Представляете, они там все вытирали, все протирали, все мыли. В то время, когда в Палестине, где было много пыли, где ходили по улицам, не по асфальтированным, а по пыльным дорогам, они старались все тщательно почистить. И люди это замечали. Они видели их отношение, но это было только отношение к наружной чистоте. И Иисус обличает их, и Он показывает на внутренность их и говорит, внутри вы испорчены. То, что вы придумали визуально и показываете людям, насколько вы тщательно все чистите и относитесь к чистоте, это все ничто по отношению к тому, что происходит у вас внутри. И Иисус показывает, что внутри человека исходит, когда сердце нечисто. Когда у него нечистое сердце, оттуда исходит перечень грехов, которые мы прочитали. И Иисус показал, чем сердце может быть засорено. То, что через наши поступки проявится и покажет, что находится у нас в середине. В Евангелии от Луки, 6 глава, в 45 стихе, Иисус также сказал, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». В этих словах Иисус показывает, что то, что находится внутри нас, нельзя скрыть. Нельзя сохранить его само в себе. Оно по-любому выйдет наружу и проявит себя. От избытка сердца говорят уста. Но как очистить сердце? Можно ли просто произвести в одно мгновение чистоту сердца? Как на компьютере, нажав одну кнопку, можно обновить программу? Или же нет? Библия показывает нам путь очищения как труд, как процесс. То, над чем нужно трудиться и прилагать усилия. Когда израильский народ отступал от заповедей Божьих, Бог посылал к ним пророков, чтобы они говорили. Бог посылал наказания врагов, чтобы исправлять их. И в книге пророка Иезекииля, 18 глава, с 30 стиха, 2 стиха, 30-31, Бог говорит Израилю. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его», говорит Господь Бог. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев?» Бог призывал народ к действию. Их поступки должны были соответствовать Божьим установлениям. Покаяние означало не просто исповедание своих грехов, но оставление. Оно должно было проявляться в новых поступках, в новых делах. Когда Давид согрешил, у него было глубокое покаяние. Это было просто одноразовое покаяние, братья и сестры? Нет. Библия хорошо говорит. Он заботился о чистоте сердца. Вот что Бог говорит уже о Давиде, его сыну Соломону. Третья книга царств, 9 глава, 4 стих. «И если ты будешь, Бог говорит Соломону, если ты будешь ходить пред лицом Моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым». Обратите внимание, оценка жизни Давида Богом. И он говорит Соломону, «Давид ходил в чистоте сердца». Это не одноразовое состояние. Это не просто один раз он покаялся, а он постоянно ходил в чистоте сердца, он заботился о том, чтобы его сердце было чистое. И Бог дает ему такую высокую оценку. «Если будешь ходить, как отец твой, постоянно пребывать в этом состоянии?» По вере в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов и обретаем вечную жизнь с Богом. Это незаслуженно. Мы не можем это купить. Это бесплатно. Это по благодати дается прощение. По вере в Иисуса Христа. Но у нас остается греховная природа. У нас остаются воспоминания о прошлой жизни. У нас остаются привычки. У нас возникают греховные желания. И это все не дает нам духовно развиваться и отдаляет нас от Бога. И этот процесс всей нашей жизни. Порой люди всю жизнь борются с какими-то последствиями греховной жизни, которые были в прошлом. Они прощены. Но для того, чтобы развиваться духовно, чтобы возрастать, чтобы хранить себя в чистоте, нужно делать труд. Нужно преодолевать. Нужно бороться. И хотя отношение у нас к материальной жизни и к чистоте в наших домах у нас может быть разное, в духовной жизни есть стандарты Божьи. И Библия показывает нам эти стандарты чистоты сердца. Что есть внутренняя чистота? Давайте прочитаем текст, записанный в послании к Ефесянам. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашим. И не давайте место диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой узлобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И пятая глава с третьего стиха. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Еще давайте прочитаем 1 Коринфянам 6 глава. 9 стиха. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И послание Галатам, 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и т.п. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Братья и сестры, мы прочитали тексты Писания, которые говорят о том, что чистое сердце, это когда мы оставляем прежний образ греховной жизни, когда мы анализируем наши поступки, наши мысли и приводим их в соответствие Божьим стандартам. Вот что есть чистота сердца. Чистота сердца это практическая наша жизнь. Это то, с чем мы должны постоянно работать, проверяя себя и изменяя. Это не только получив прощение, от наших грехов, приняв Иисуса Христа по вере, жить, не обращая внимания на свои поступки. Нет. Господь говорит дальше. Дальше пошел процесс освящения. Бог хочет, чтобы сердце наше было чистое. Какой результат ждет тех, кто заботится о чистоте сердца? В притче 22 глава 11 стих есть такое место. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Царь Соломон замечал таких людей. От такого человека исходят приятные слова. Приятность исходит от такого человека. Если мы будем заботиться о чистоте сердца, то из нас будут выходить слова, приятные для людей. Добро будет исходить из нас. Люди будут замечать, мы будем нести людям и радость, и мир тем, что находится у нас внутри, если у нас чистое сердце. Псалом 72.1, Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Чистым сердцем Бог наделяет благами. Бог заботится о таких людях. Те, которые заботятся о чистоте сердца, Бог позаботится о них. Не всегда мы должны понимать, что это только материальный мир. Часто люди ошибаются, думая, что от Бога они хотят получать только что-то материальное. Нет. Бог может наделять нас особым миром, покоем, в разных ситуациях тяжелых, как правильно реагировать, мудростью. Это все благо Божье. Тот, кто хранит себя в чистоте, заботится о том, чтобы его сердце было чистое, Бог заботится о нем. В Евангелии от Матфея 5 глава 8 стих написано «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Высшая степень счастья у тех, кто имеет чистое сердце, потому что они увидят Бога. Самое большая привилегия, которую может иметь человек, это доступ к Богу. Когда у нас чистое сердце, мы имеем доступ к Богу, мы имеем общение с Ним. мы имеем надежду на встречу с Господом. Это преимущество, это привилегия тех, у которых чистое сердце, те, которые заботятся о том, чтобы чистоту сердца хранить. Давайте подведем итог. Чистота сердца это то, чего хочет от нас Бог. Чистота сердца видна окружающим и несет другим добро, или наоборот зло, если сердце нечисто. Окружающие почувствуют это, им будет неприятно с нами. Чистота сердца требует изменений в практической жизни, а не только в осознании. Не только если мы услышали и нас осуждает Дух Святой, совесть наша, что мы поступаем неправильно и на этом все нет. Чистота сердца требует практических изменений. Чистота сердца вознаграждается благами Божьими. Господь заботится таковых. И чистота сердца приведет нас к встрече с Богом и вечным пребыванием с Ним. Аминь.